Подводя итоги 2019 года, директор завода «Угличкабель» Андрей Петровский с гордостью показывает новую линию бронирования кабелей низкого и среднего напряжения. С помощью уникальной технологии изделия получают защиту из алюминиевых и стальных лент. Она на самом деле имеет уникальные технические возможности, о всех, как я сегодня говорить не буду, это коммерческая тайна, это первый опыт на российском рынке такого производства. Мы с ней связываем много своих конкурентных преимуществ в будущем. И вот на этой линии мы в этом году создали 8 новых рабочих мест. Завод по изготовлению кабельной продукции работает в «Угличе» второй десяток лет. Его смело можно назвать состоявшимся и одним из самых современных предприятий российской кабельной промышленности. Завод был построен с нуля компанией «Никсан» с мировым лидером в разработке, производстве и поставке кабельной продукции и аксессуаров. Введен в эксплуатацию в ноябре 2008 года. Через 8 лет компания «Никсанс» провела реорганизацию модели управления завода, в результате которой сменился собственник, а доля российского участия стала преобладающей. Наше отношение к французской компании до сих пор остается непосредственно. На всех барабанах с нашей продукцией вы увидите наименование «Никсанс» и фразу о том, что существует техническое партнерство. Нас и одного из лидеров кабельного рынка в области новых разработок, новых технических решений в области кабельных изделий. «Угличкабель» сегодня – это более тысячи реализованных проектов, семь представительств России, собственный штат проектировщиков, технических специалистов и инженеров, 253 работника и годовой оборот – более 5 миллиардов рублей. Завод обеспечивает своими разработками и продукцией клиентов в ключевых секторах экономики – энергетические ресурсы, энергетическая инфраструктура, транспорт, строительство. Для производства широкого номенклатурного диапазона кабельно-проводниковой продукции на низкое и среднее напряжение по российским и международным стандартам завод оснащён современным оборудованием. Ежегодно на переоснащение производства направляются десятки миллионов рублей. По мнению Андрея Петровского, масштабная перестройка здесь не нужна. Главное – занимать свою нишу на рынке, продуманно улучшая технический уровень и оперативно реагируя на экономическую ситуацию. По объёмам переработки металла завод уверенно занимает 12-13 место среди подобных предприятий страны. Продукция реализуется не только в России. Есть небольшой экспорт в Польшу, Казахстан и Армению. Практически ни один крупный проект сегодня не реализовывается без нашего участия. Это и крупные инфраструктурные объекты, какие-то промышленные предприятия, строящиеся, аэропорты, стадионы, Крымский мост. Буглич может гордиться тем, что наш кабель лежит на Крымском мосте. Мы для этого обеспечиваем очень прочные партнёрские отношения с нашими заказчиками, предлагая им какие-то комплексные технические решения в области кабельных изделий, специальной разработки. В 2019 году предприятие стало участником национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости». В Ярославской области в данный проект вступили всего 20 предприятий. «Углич-кабель» – единственный представитель углического района. Направлен он на то, чтобы совершенствовать процесс организации производства, повышать производительность труда как таковую. И вообще по стране это на сегодняшний день очень масштабная тема. В этом проекте будут участвовать около 6 тысяч предприятий по всей стране. Что ждете на этой деятельности? «Мы ждём повышения своей эффективности, снижения затрат, повышения конкурентоспособности. На сегодня это очень актуально. Рынок становится всё жёстче, конкурентнее в промышленности. Поэтому стоять на месте нельзя, нужно обязательно развиваться в этом направлении». «Углич-кабель» активно помогает родному городу. В прошлом году на выделенные им средства почти миллион рублей отремонтирован километровый участок дороги в микрорайон «Цветочный». Также в микрорайоне благоустроены остановочные комплексы, ведущие к нему тротуар. Ранее остановка находилась прямо на проезжей части и доставляла немало неудобств местным жителям. В преддверии новогодних каникул в центре Углича на территории детского деревянного городка появились новые горки, подаренные углич-кабелем. Не так давно предприятие совместило свой 10-летний юбилей с Днём молодёжи, сделав праздник более ярким и красочным. Не обходится без поддержки завода и ежегодный день микрорайона «Цветочный». Мы считаем, что успешное предприятие, действующее в каком-то регионе, области, районе, оно обязано помогать развитию инфраструктуры местной. Мы это делаем и для себя в том числе. Поэтому то, что у нас с администрацией города-района получается некое партнёрство в этой сфере, это очень хорошо. Мы намерены это продолжать и дальше.